так друзья всем привет у нас утрешняя управа уже заканчивается хочу вам показать сколько сарая идет навоза вот смотрите это получается ну сколько тут пив тачки это за сутки это вчера вечера и сегодня утром пив тачки это за этого всего сарая а вообще если цей сарай будет чисто одни свиноматки будут будет навоза так само может трошки меньше то есть небагато значит дивиться у нас по порося там что отсюда у безымянной было 15 штук так как мы и балакали мы два штуки кинули до ее сестры тюльпанши тюльпанша придавила одного не было 11 осталось 10 и мы едва кинули то есть ней сейчас 12 а в цей безымянной 13 а все что по новостям что минус по порося там тюльпанша одно придавила и волосинка по моему тоже одного придавила ну тоже маленький таки слабенький был придавила так все слава богу хорошо они ну реально подросли видно что подросли и тут а короче как я подкинул до тюльпанши двух штук а я подкинул уже им было да сколько дней 5 да 7 дней было ну это 7 7 а тем 5 а 7 дней и я вам скажу пискотин ну один ничего один сразу так вроде бы нормально пережив а другий пискотин цілий день ну до вечера а уже з вечера уже все то есть надо ну я и знал что надо раньше ну я как все тянув тянула все побачив что міста уже цем не хватает у безымянной 15 штук начинают биться думаю так не буду затягивать и я взял просто перекрив шифериной туда кинул в тюльпанши на девять штук и два кинул от безымянной они буквально побули там не знаю час я их выпустил и она уже нюха никого ну вообще ніяк ноль эмоций ну а одне бигало выращало я видно взял самого такого старшего самого сильного из цього выводка и вот он так и понимает сюда рвался рвался ну и уже все бачите вот это уже вчера день прошел он уже не пищал ну и сегодня уже все то есть это так по поросятам бачите что все вроде бы слава богу хорошо всем хватает но все залезло поперек и лежит не соби не людям откуда ты залез матерые такие да они такие как и будут такие сбитые сбитые такие будут в воно видно сразу что ну все будут хорошие такие и на откормку и и на свиноматочку будут непогані не то не абрикоса вон абрикоса то показали покажи эй ты ж бачите уже не пиваш такие шустрые ого-го безымянно отдыхай отдыхай уже все свиноматки у меня хорошо едят тюльпанша были проблемы наверное дня дня 4 можно сказать так погано ела вяло я и прокаливала моксицелином и нормально сейчас встала есть хорошо и нас и вчера вечером насыпал поела сегодня нас и по тоже уже хорошо поела ночи в кормушке есть ну то есть все свиноматки более-менее аппетит хороший и съедается и вообще вот так конечно опоросы в кинцелита сам это уже жары не мая постоянно горят красные лампы поросята кому холодно под лампу кому не холодно отдельно ну то есть свиноматки не мучаются жары такой стильной немае барашка у нас вот это ж мы по барашке я ее осеменил искусственно баранесу и хочет пройде 18-21 день вы считаем если все нормально ее уберем там любый станок свободный а тута хочет все виметь потолок а это же туда где были лампы тепло там и мухи а это же на потолку на вытворяли так само ж мухи на проводах это их любимые ну где более-менее тепло с розетка бачите это все мухи то там пишут это плесень кишла яка плесень плесень гневана я хоть не до ничего ну а в безымянной бачите что все поросятка нормально а то мелкие одежды ну и воно я хоть само собой одежды и так в принципе всем все хватает о надумала вставать да чини поросята ростут быстро прям в буквальном смысле слова делаем кастрацию на другий день беру порося так же как раз сейчас пока балакаю вспомнил меня просил кто-то из подписчиков покажи давайте ось на на барашкином где тут а ну давай ось а тут а зай ось дивиться мы ставим станок у клетку розмитив я от стенки взяв примерно от той ровно и по бокам примерно ровно чтобы было ну поставь как мне надо допустим ривно по центру и у меня ось внизу станка таки приварене вушка с посверленными дырочками на 10 мм ну таки пластинки вот видите и все ось у меня так стоит станок только еще не прибитый а вот он стоял раньше ось он так стоит я взял маленьким сверлом там на 6 пробурил по факту потом станок убрал в сторону и пробурю на 14 ось на 14 пластмассовый анкер пластмассовый чекопроновый анкер забил глубина 10-12 см и потом ставлю цей станок на цю дырочку и закручу уже идей идут же в комплекте до анкера и де болт с резьбой и закрутив сильно не затягу бо пластмасса ну можно ж провернуть и получается я так чуть-чуть подтягиваю и держит четко не надо ничего ну станок ни разу не было случая чтобы якусь ногу вирвало было что ломают станки ось а тут а там еще десь на сварки отламывать ну чтобы вырвали или витянули такого нема я так не сильно чуть-чуть подтягиваю все станок хорошее дело чего ося подошел взял порося допустим ой взял порося обслужив там допустим щось мне надо вковать от поноса очищать свиноматкой я не контактирую к абракоса бачите уже выросла я когось последнее видео зима маленькая така была а сейчас уже все здорово бачите на и глаза вона постоянно ходе в салон красоты иди до мамки бежать бежать и вот чем удобно ну ты сейчас свиноматки спокойно сами по собе а если б тут сейчас стояла обезьянка или киевлянка сюда підійти и так взять порося вона підрывается гирка я кидаются чтобы ухватить то есть без станка это очень проблемно да спокойно свиноматка вот допустим как безымянно и может и в вольную клетку я думаю ничего на поросят бы не подавило но станок и станок лучше набагато и свиноматку вколов после опороса и во время опороса ну намного проще делать да бывает что придавливает поросят ну вот как в этом случае три опороса придавило там буквально тюльпанча одного яйца двух трех поросят ну что это такая проблема на почти 40 поросят там нема такой проблемы ну придавило воно знаете как не бывает без убитки все равно кто щось когось придавило это таки дело ну и первички и слава богу что эти якось надавучись не дуже такие ну не сильно давлять я удивился как тюльпанча придавило уже здоровенький ну может попал между трубы десь между стойки может еще что так они ж лягают аккуратненько все этот ну у нас по сараю вика вимила вчера эту клетку это мы готовим клетку для кузи и ось вика вимывая клетку я тут а вот плитку где бачите на шифере плитка не держится вона отпадает вот бачите на шифере плитка отпадает шифер ходе гуляет то есть на шифер плитку не ложить есть и стенка ось как газоблочная да воно все лежит на шифере вона от нагревается охлаждаются чуть-чуть люфт есть и из-за этого плитка не держится ну вообще плитку беру просто по подбилю и тут а и и дивлюся де яка допустим ямка маленькая с бачите це уже раньше я замазалась маленькая ямка была раз два три и 30 клеем для плитки вместе с сементом замазал и ну нема проблем никаких никто ничего не педирвав тут а и тюльпанша была и до тюльпанши был откорм то есть все отлично ось допустим тут а яма в них була де вода и замазал тоже никто ничего не педирвав но сверху добавлю а ты обнаружил ось из 2 маленьких бачите раз два и там третий и оце их позамазываю цю мелочь и там еще добавлю и все станок готов пиццок не день-два и станок готов запускать кузю запустим сюда кузю бо уже им пішов 5 месяц свинки начнут загуливать тем более хряк рядом чтобы никого не покрыл кузю сюда потом кузю будем ну переведем якусь здоровую клетку ну это потом кузя мне надо в основном для запаха для свиноматок и также кузя может крить у меня всех этих первисток свинок усих мы еще в будущем оставим свиноматок и сможет крить бачите от им холодно с утра полягали под лампу а тут а допустим кому не холодно лягли отдельно кому холодно туда под лампу абрикоса вон у нее своя банда вона там в стороне и сейчас у нас задача стоит яка станок у нас на дворе и завтра поставим сюда станок ой снова в новую клетку это уже клетка вимета и бачите я все замазал где свиноматка вичухала ногами все замазал клеем сюда ставим станок и перегоняем сюда обезьянку в обезьянку скоро опороз и там где я ставил новые станки ну ось допустим где барашка я в ней было вичухано я ее зробил внизу тоже клеем цементом ось пройшов опороз барашка в цем станку хоть бы який знамек там что стираются или что клеи с цементом работа четко где барашка под ней под ногами рівно все хорошо ничего не щухаю то есть вот так и так я поробил на всех станках какие ставили сейчас обезьянку поставлю 5 так само да обезьянка обезьянка у нас росте и скоро по ну переведем она такая у нас переходи спокойно но я опороз у нее вона тоди уже стає не спокойно вона тоди уже більше так агрессивно я так то вроде бы и уже сколько обезьянки в годе в три наверное четыре ци свинки ремонтные дивлюся пузики в них ростут это покрытие у меня две ландра скантура кривия йорширом хочу подивиться какие самі свиноматки будут я думаю может свиноматки будут и непоганые как материнская линия ну подивимся что будет все йорширом можешь вообще улучшить материнскую линию тут там же кормежка пройшла а скільки їх тушу раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять один а до двенадцать штук и придавлене да двенадцать штук один вийшов не живи це тринадцать и двух маленьких придавило пятнадцать штук барашку я покрив искусственно йорширом всех первосток свинок безымянную тюльпанчу волосинку я крив дюрком усих дюрком крив датский дюрок дозу беру на комплексе дозу в нас на комплексе не отправляют новая почта тут багато звонить дайте телефон чтобы отправили новую почту они не отправляют надо ехать непосредственно туда идти на проходную сказать мне надо семя дозу купить вийде осемянитель побалако с вами и вынесе вам флакончик там трубочки все что вам надо и все вот так надо ехать сюда роблять усе дни кроме выходных цепси поросяток мы готовым новый сарай на щелевый плов цепуда в нас я так планирую в одну клетку мы их посадим усих а потом разделим месяц два там побудут в одни клетки и разделим с барашкинами барашкины будут их тика тринадцать штук в одни клетки а те будут другие потом я поделю чтобы равномерно было и в барашкиных там штук двадцать там двадцать с чем-то и цих чтобы оставалось двадцать с чем-то то есть думаю так чтоб на две клетки мне заполнить поросят а на третью клетку на третье отделение в новом сарае у меня будет пороситься если все даст Бог хорошо будет пороситься дочка киевлянки будет пороситься нюрка и будут пороситься две ландра скантура покрытия ярширом две тих свинки то есть тоже там в одно время получается четыре опороса да да четыре опороса ну там один два разница в одно время я киевси в одно время день два разницы так и тут и я с их уже поросят выберу соби на третье на в третью клетку в третью в третье отделение в новый сарае чтобы была какая-то разница ну а воно и так получится барашкины старше на месяц от сих там на месяц с хвостиком а ці будуть и еще меньше то есть будет как раз ну там не здоровый но все равно месяц-півтора разницы в усих будет ну думаем о так забить той сарай в зиму повненько потому что зима чтобы было им теплише да бизян ой киевлянки а то есть и киевлянка в мене получается опороситься киевлянки них возможно оставлю поросят в этом сарае заберу для отъема в сарай подниму их там может недельки две три и верну их сюда поставлю сюда в зиму тоже на откорм чего взиму чтобы было теплее да бизян ой киевлянки так что то таки друзья дела ну а так что так все как есть тута будем трошки позже утеплять витяжки бо уже два года мы их все не можем утеплим витяжки и хочу попробовать навести тут порядок с потолком просто надо время чтобы уже все доробить и уже как бы знаете заняться нечем пришел и занимается этим сараем там вымываешь все и дивишься где что все нюансы устраняешь то так само как мне ось клетку надо первую а вот у нас тута стоит мойка тута все уже вимито просто надо ось познимать оцю всю весь метал який позгнивал а тута ось болгарочкой аккуратно вырежу и поставлю плоский шифер это тута так потом следующее тоже не наверное все поменяю со временем ось вот так само я зроблю в новом сарае будут открываться векна ось вот так ось воно затягу и пішло на по потолку поверху по на витяжку и воно не может если тут маленький поресе то воно не дует по низу сквозняка нема и вдруг там допустим здоровый приток зимой как мороза я могу сделать его меньший можно сделать еще меньше можно сделать больше а не надо вообще ось закрыви все вот так ну примерно и удобный хорошо тяка у меня тут без навеси для тута навеси не роби воно и так работа а туда я купил навеси будут навеси и потом вырежу так само тент уголками и так само покрутим все зробим так само вот дивиться векна работают четко а сейчас закажи пластиковые векна и сколько они стоят я даже не знаю ця дочка киевлянки така вреднувата ну подиемся как будет свиноматка это тоже оставили попросилась а она гуляла хорошо и как намекала покрейте меня я не подведу ну мы же ей и покрыли подиемся что с ней будут ось они уже все поели и отдыхают свиноматки поели поросята понаедались и отдыхают барашка успокойся барашулька 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 я вам показал воды мы в бак набрали вот так и все сейчас вывозю тачку высыпаю на навоз и все и закрываем и их не беспокоим потом прийдем сюда уже аж вечером порося там воду поменяли у каждого своя своя кастрюлька и вот так и все что опять кормежка давай опять зови их опять сейчас побежать сейчас начнется тут они уже начинают кричать уже начинают делить ну как и обычно сейчас и тюльпанша будет кормить да да сейчас тюльпаншу они положит тоже чтобы кормило а то друзья таки дела у нас так что не забывайте ставить хвости вверх все вверх да барашка конечно очень хорошо как вот так есть место где держать свиноматок где держать поросят конечно хорошо как есть сарай для отъема поросят забрал поросят в отдельный сарайчик для отъема они там поднялись потом уже приводить куда хочет так само для корма уже есть сарай на щелях где не надо тягать навоз конечно удобно и тут есть место для свиноматок а я сам иногда так подумаю манатя с чего я начинал я начинал у меня вообще ничего не было так вот а там старенький сарай был манюнький ну тоже сделанный же тяп-ляп без понимания и тих сарай мы поперевелось короче начинал вообще с двух поросят и не было условий можно сказать ну а сейчас все прошло уже сколько уже пяти год как мы шевелимся уже видно есть что ну есть есть на что поделиться есть глянешь и станки для опороса когда для меня это было нереально сейчас это все реально так само эти усложнения по интернету по свиноматкам что там надо кучу колодь всего там чуть ли не на медикаментах они вытягиваются это полный бред ну и вот так все вот как я и хотел спокойно много места тут то мне писали роби вот такую пиндюшечку посередине чтоб ели пройти с тачкой мучаться я бачу в других в сараях вузенька ну это же мучение с тачкой ну как я с тачкой зайду убирать это мне надо заходить с тачкой или вот так в одну сторону только идти получается а с клеток нагружать туда и потом так само же в одну сторону выходы а тут а я ось дивиться что я таки зробил проход спокойно заехал где надо мне допустим убрал сбоку став ось развернулся надо тут я тут а кинул надо тут сюда подъехал кинул спокойно еду а мне не надо еще тачку вывозить к примеру а вона мне чтоб не мешала я так поставил и роблю свое дело хожу ну там занимаюсь своим тачка стоит с вечера к примеру вот так ну у нас вообще с вечера меньше а утром дозаповнив ее и все и поехал ось опа и поехал на по вывозку ось дивиться как я выезжаю вот так раз и сюда и все и еду 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 и еду ду 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 так что друзья всем всего самого научу не забывайте хвости вверх это вот так управляются и сейчас буду заниматься чем чем топоры делать потому что много собираются кто заказал буду этим заниматься короче вот так ролик про строительство про новый сарай и там есть новости все выйдет я думаю на выходные в суботу так что всем всего на лучшее хвости вверх все вверх пока